что мои дорогие обычно я с вами на закате прощаюсь а тут получилось что видео с заката начинается ну вот поднялся край земли но но давай 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 давайте облака красивая ну что осталось мне еще ночь проехать и утром я буду в 7 утра в симферополе полный вагон народу набился покоя не будет девчоночки малолеточки болтливые горласты и веселые бегают туда-сюда но что возраст у них такой конечно так что вот такие вот дела ну ладно мы едем сейчас нас прицепят и мы будем первым вагоном вместо 16 до да да короче после остановки да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, которые едут поход в Крым... Они железнодорожники и все в этом деле понимают... На улице прям, скажем, прохладненько... Вот эта высоченная девушка везет этих девчонок на какое-то соревнование по волейболу, которые вообще не слушаются и целым вагоном скандалились с ними, чтобы как-то их угомонить. Продолжение следует... Плохо видно... Не везде есть освещение, но мы потихоньку двигаемся к мосту. Но ничего там не видно будет... Все спят... Одна я ненормальная... Почти два часа мы едем до самого моста... Ну вот, наконец-то... Ну, видите же, ничего не видно, ни воду... Когда днем-то видно воду, так оно впечатляет, конечно, так-то... Время третий час ночи... Ну... Ко всем приезжаем в Симфероболь... Вот это буду не спавшая... Замочная... Ну вот... А там машины ходят... Ну, сейчас... Трафика-то нет такого... Вот начнется сезон... Так будут одни машины... Сейчас... Не знаю... Вот эти арки большие... Когда они там будут... Когда они там будут... Угу... 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 В общем... Угу... Там видно, что это вода... Вон, видите... На воде так вот... А так-то... Ничего не видно... Угу... Ну и все... Угу... Вот и земля... Привет, Крым! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Солнышка-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Скоро приедем... Жанкой... Время без двадцати шесть утра... Все... Сейчас постоим тут двадцать пять минут... И поедем... В семь утра будем в Симферополе... Свежо... Сирень цветет... Но большой разницы... Не вижу с Ростовом, например... Опять отсыпили... Дизельный... Тепловоз... Сейчас прицепят электрический... И поедем уже... До Симферополя... Ой... Всего ночи не спалось... Теперь спать хочется... Ну вот я и в Крыму... Чё-то даже не верится... Ой, какая елка... Шикарная... Уже одуванчики отсвели... Сколько мне сейчас там надо будет их... Драть дома... Тих одуванчиков... А то потом все лето... Ой... Побудила я вас... Ни свет, ни заря... Бежит... Там покормили... Теперь сюда бежит... Вон сосиска лежит... Так... Неплохо я зашел... С утра... Охереть блин... Я б так жил... Здесь была... Здесь была... Знаешь ты собака... Где он... Она здоровая такая... Ну чипировая... Походу короче... Она местная... Она тут на вокзале жила... Мы сами приезжали... Знаешь я была в Невиномысле... Там прям выходишь... Там стая собака... И ты знаешь как поезд подходит... А они все к этому поезду... Смотрите какой туман... Странно... Обычно... Туманы бывают... В начале зимы... Не зима ли грядет... Чем дальше... Тем... Ще туман... Хо-хо-хо... Ой-ой-ой-ой-ой... Смотрите что делается... А я и думаю что тут так холодно на улице... Вернулась... Люба в Крым... Еще и дождик обещают сегодня... И потом ещё дождики. Красота. Ну, до Симферополя добралась. Теперь дальше. Ну, всё. 15 минут, и я поехала. Но буду в Черноморске только в 11.25. Три с половиной часа. Не успела купить водички. Попить так пить хочется. С ребятами попрощались. Которые в поход приехали в Крым. Ой, какое чудо. Вот они два друга и сын. Лет 12-13 одного из них. Я говорю, ну просто, вот как хорошо, что есть такие отцы. В поход, парни, в Крым. И не первый раз, судя по разговорам. Ну, замечательно. Мальчишка так доволен. С палатками. Ну, знаете, не это самое. Не дома пиво, водку пьют. А с парнем в поход на море. Вот они доедут до Ялты. Уже там по интернету нашли место, где можно палатку поставить. Ну, не в самой Ялте, а там где-то. И будут 4 дня. Правда, они почему-то думали, что уже купаться можно. Я говорю, не, ребята. Рановато. Все равно же хорошо, правда? Вот из Ростова. Говорит, целый месяц готовились. Молодцы. Прямо вот мы. Ну, ладно, поехала. Мужчина ехал вместе в вагоне там через 2 места. Тоже до Черноморского. Говорит, надо же. Прямо утром было так холодно. А чего утром-то это? Мы были-то 2 часа назад. Прямо холодно было. А сейчас вышли в Симферополе. Прямо жарковато. Ну, днем обещают 20 градусов. Вот осаки уже. Ну, как, уже час. Каких-то 40 километров целый час едем. Вот там дорогу делают. Там постояли, там постояли. И тут тоже ремонт дороги. Плетемся. Я уже Витя позвонила. Будет меня встречать. Господи. И тут вон чего. Тянутся. Домбуре. Домбуре, господи. Ну, сам болезнь. И пасть. Нет, так говоришь, что я не буду доверять. Мочим пальцами. А то мы так можем и вовремя не приехать. А я так хочу есть. И спать. И пить. И вообще. Устала я. Вообще б стали. Ну, хоть делают дороги, хочу сказать. Господи, как вспомнишь, что тут было. Колеса в ямах оставляли. Пускай делают. Ладно. Ладно, я согласна. Ой, Сакская мечеть. Расширяют дорогу, видите. Ночью, летом вообще пробки постоянные. Конечно, надо. Ну, сейчас за май сделают. В Епатории почти все вышли. Сейчас поедем в Черноморское. Вот представляете, сейчас еду, звонит телефон. Толик звонит. Ты где? Я говорю, где? Еду в автобусе. Вот. А я думаю, надо тебе позвонить, когда ты приедешь. Видишь? Вот как он меня чувствует. Так что ждут меня в Черноморском. Скучают. Жилет мой тоже в курсе, что я еду. Но он на рабочем. 18 тепла на улице. Все, мои хорошие, поехала. Немножко осталось. 70 километров и буду дома. Ну что, степь еще не зацвела. Маки попадаются, но редко очень по одному. Это дело будет теперь к концу мая. Рановато. Видите, все еще холодно было. Ну, говорят, после 15-го все, погода встанет, вступит в свои права. Ну, зелень хорошая, да? Прям хорошая. Где потемнее, где посветлее. А, он еще чего несется-то? Забыла вам сказать. Дорогу же отремонтировали. Вот не знаю, до самого Черноморска или нет. Ну, как отремонтировали? Прям новую клали. Прям автобус-то идет. Поэтому ровненько. А, коровки гуляют с лошадками. Нет, еще не всю дорогу доделали. Ну, сейчас доделают к июню месяцу-то. Все же для курортников. Все же для них, голубчиков. Мужчина, с которым мы в поезд ехали. Жена тоже блогер. Но я что-то тормознула спросить. Сейчас будем в Черноморском выходить и спросить, как ее зовут. Не блондинка ли из Крыма. Черноморский есть такая блогер. Очень активная девушка. Вот выйду надо спросить. Вон они, ветрячки. Стоят. Так, мы, может, и пораньше приедем. Надо посмотреть по времени. Позвонить Вите. Потому что автобус пустой практически. Несется. Я развалился бы только по дороге. А то когда несется-то несется. Старенький. Правда, бывает и похуже. Бывает вообще весь как переваливается сбоку на бок. Этот вроде ничего. Вот тоже у нас тут два ветряка есть. И море со всех сторон. У нас море вокруг. Единственное, вот дорога на Эпоторию, по которой мы сейчас едем. Но она все равно в результате опять в море упирается. Вот так, со всех сторон. И с той стороны подальше тоже море. И тут вокруг. Ну что, Черноморец? Соскучился без меня? Люди соскучились. Друзья. А тебе-то, наверное, по барабану. Да. Есть ты, нет тебе. А я вот возьми и вернусь. Вот видите, какая красота цветет. Витя говорит, сакура. Крымская, черноморская сакура. Я говорю, я возмущаюсь. Почему по погоду смотришь 12-13, 22. Вон. А что там жилетки тогда? Да я ее одел утром. Утром. Я на мотоцикле ездил, а потом не снял. Вон, загорелый какой. Прямо все лицо загорело. Я тоже буду загорать в этом году. Я никогда не загорала, а буду. Потому что у меня от этой диеты лицо зеленого цвета. Надо хоть немножко это самое загарчиком прикрыть безобразие. Ой, дороги-то в Черноморском. Я вижу прям. По новой дороге едешь. Красота. И у меня тут не было такой, да? За месяц, видите, сколько всяких преобразований. Сирень кругом светит. Я как увидела фотографию, что ты прислал с тюльпанами, чуть не заплакала. Думаю, господи, какая красота. Да, они сейчас уже, наверное, цветают уже все. Ты можешь, уже не застали. Ну, а что теперь? Сейчас сажать буду. Надо всю траву выдирать, да. У меня цветов, всяких семян, чего только нету. Хорошо. Дорожка-то. Ну, а кусочек оставили как напоминание о том, что было. Ну, понятно. Тетенька просится. Ну, ладно. Так. Ой, правда, уже отцветают. Все. Все. А эти уже все, весь почахнут. Ой, а травы-то? Где травы? А тут. Ну, я там вот немножко две же новые повыросали. Я там косил. Ты уж косить успел. Господи. Нет, ты уже не хотела сейчас зайти вот тут. А я и думала, что уже по это самое. Ну, розочки скоро зацветут. Вишня цветет там. Ну что, я дома. Спасибо, мои дорогие. Кто со мной дорогу всю проехал. Спасибо. Ну, и пока-пока. Пока. Устала, Люба. Устала. Устала.